К нам подключается Расима Сабеков, депутат парламента Азербайджана. Добрый день, Расима Алим. Здравствуйте, Телли. Нынешнее 100%-монетническое общество в Армении, конечно, является следствием многолетних этнических чисток. И в первую очередь это изгнание азербайджанцев с исконных земель и их проживание, с исконных мест проживания, под предлогом освободительной войны. Там они и притлогов не искали, Телли. Они просто убивали, сжигали азербайджанские деревни, изгоняли людей, убивали их. Причем, Фуат все сейчас сказал достаточно точно, как говорится, не добавить, не прибавить, а с искондаряном полемизировать на азербайджанском канале я вообще не считаю нужным. Но есть факты просто. Эти факты говорят, причем из уст самих армянских деятелей, которые осуществляли эти этнические чистки. Андрани хвастался, что он, значит, сжег и изгнал население там 80 азербайджанских деревень. И там, в общем, скольким там отрубили голову, скольких там, я не знаю, побросали в колодцы. И он этим хвастался. Так что тут, как говорится, не надо даже искать источники. Источник и сами армяне, которые подобными деяниями хвастались. Хвастался писатель Зори Балаян, который себя, чуть ли не знаю, каким-то гуманистом представляет. О том, как они измывались над азербайджанским населением. И как он получал удовольствие от пыток детей, осуществлявшихся на его глазах из его участия. И далеко не надо ходить среди изгнанных с территории Армении, ведь не только 200 тысяч азербайджанцев. 40 тысяч курдов-мусульман были изгнаны с территории Армении. Ну вот, в 87-м, 88-м, 89-м годах. И даже русские были изгнаны с территории Армении. И если до независимости на территории Армении жило где-то примерно 50 тысяч русских, после их, скажем, героического очищения территории от инонациональных элементов, там осталось пару тысяч русских деревень. Ну и семьи российских военных, которые сегодня находятся дислоцированы на территории Армении. Так что от этих фактов уйти невозможно. И что бы там ни разглагольствовал бы, значит, Алекс Кендарян, я знаю его хорошо лично. Это, в общем, мастер словесной эквилибристики, но, как говорится, против фактов не попрешь. К сожалению. Ну и прислушивается же к нему армянское общество. А в целом, как, вот, вы считаете, выглядит вот ситуация, когда, с одной стороны, да, все говорят о мире, а по факту, вот, геноцида совершенного Армении, которой никто ничего не говорит, вот, как-то это все замалчивается, как будто бы вот этих событий не было. Ну, они привыкли вообще рассматривать, что все, что они делают, это все правильно и законно. А все, что делается, ну, в ответ, это, в общем, какой-то обязательный геноцид, потому что, ну, основной ресурс, который использует Армения, это выставляет себя многострадальным христианским народом, который, значит, ну, постоянно находится под давлением варварских мусульманских племен. Вот, в общем, на чем пытаются все время идеологи армянства спекулировать. Ну, одно время, когда они воспользовались, ну, хаосом, который был в Азербайджане, и захватили нашу территорию, начали представлять себя героическими воинами, непобедимой армией, ну, после того, как их поставили на место в ходе 44-дневной войны, и когда 11 тысяч дезертиров, ни одного в азербайджанской армии, и 6 тысяч погибших, более 10 тысяч раненых, это была армянская армия, которая практически дезертировала и разбежала. Ну, они вернулись к своему традиционному амплуа, это плакаться, жалостливые какие-то истории рассказывать, о том, что их там угнетают, и весь мир должен подняться на их защиту. Ну, я думаю, что, в общем, обмануть мир подобными историями и подобными жонглированиями, значит, несуществующими фактами, невозможно. Вот это то, как сейчас они засуетились, когда мы взяли под арест Вагифа Хачатуряна, вот прям недовольства одни сплошные. Ну, вы знаете, это ли, ведь сейчас, если вы посмотрите армянские СМИ, они быстро свернули эту тему, потому что понимают, что тот же самый Вагиф Хачатуряк очень скоро в Азербайджане будет раскаиваться, рассказывать о том, что это делалось, почему наущению осуществлялись все эти убийства и террор в отношении азербайджанского населения. И когда он это будет говорить перед камерами в суде, конечно же, придется, как говорится, с фактами считаться. Ну, что они подняли бой, что его там чуть ли не захватили, показали, и посетил его международный Красный Крест, и он связался с своей семьей, и семья, в общем, успокоилась, потому что я думаю, что условия пребывания, которые сегодня у Вагифа Хачатуряна и медицинское наблюдение, которое осуществляется в отношении него, намного лучше того, что он получал в Карабахе или намерился получать в Армении. И я думаю, что если у него ума хватит на суде, а суд будет непременно покаяться в своих преступлениях и просить пощады и помилования у азербайджанского народа с учетом того, что прошло там 30 с лишним лет, он старый, больной человек, ну, как говорится, при всех случаях для армянской пропаганды здесь не останется и даже малейшей возможности. Спасибо большое, Расим Майлим, спасибо за вашу мнение, за ваш комментарий. Расим Усабеку, инзептат парламента Азербайджана, к нам подключался. Расим Усабеку, инзептат парламента Азербайджана, к нам подключался. Расим Усабеку, инзептат парламента Азербайджана, к нам подключался. Субтитры создавал DimaTorzok